всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 6 августа вот сегодня я сняла очередной свой урожай и те сорта которые новинки я постараюсь вам быстро быстро рассказать о них хоть немножко потому что например сегодня я снимала и настеньку и демидова но вы их уже знаете я уже все уши прожужжала про них я сейчас буду освещать новинки которые сама выращиваю впервые и которые нот или подходят или не подходят к сортовым описаниям вот у меня вот это дядя стёпа прекрасный сорт мне так понравились эти томаты они такие вкусные на вкус вкусные на вкус не очень красиво но смотрите у них все подходит по описанию что он эндотерминатный он высокий ну средний облиц вплённый такой вес даже вес плодов написано от 150 до 200 крупные могут быть до 300 я вот свешила вот этот у меня 230 там какие-то ну короче зависит от того на какой кисти конечно которые пониже они вот такие здоровые которые повыше идут уже начинают вот такие мельче ну что меня смутило почему-то в описании написано что они должны быть как продолговатой формы все и изогнутые банановидной формы и чуть приплюснутые как бананы вот под это описание вот изогнутые у меня получился всего только один и он немножко да как бы четырехугольный вот как банановидной остальные то ли это вот такой у меня что гусиные яйца нынче вот разбарабанила их они такие толстые почти округлые но разве на него скажешь что он банановидной формы вот похож на кенигсберга похож на гусиное яйцо какие-то вот более вытянутые некоторые некоторые действительно вот так похожи на банан но больше всего вот как огромные яйца сейчас я разрежу и покажу вам внутренность дяди стёпы но я сразу скажу вам что это именно мясистые такие но почему-то странно у него внутри вот такая звездочка оказалась сейчас посмотрю другие здесь меньше нет это то ли зависит от от зрелости от степени зрелости вот смотрите здесь почти нет но самое главное что я хочу показать что он 1 2 3 4 5 6 вот это считается уже многокамерный значит он должен быть мясистым он должен быть сладким сейчас еще одного разрежем и я его попробую вкус очень хороший ну пишет производитель что отличается он отменным вкусом но все таки вот это светлое идет во всех томатах что это значит я не знаю может быть так положено как бы вот эта снежиночка помните я резала когда батяню и розовый мед не было вообще такого ничего растут рядом они вкус сладкий но немного с кислинкой если вот сравнивать например розовый мед батяня загадка природы они более сладкие а если сравнивать вот со скороспилками с такими мелкими то вот этот более сладкий но скорее всего еще может быть зависит от того как хорошо вызрел он хорошо или нет еще одного не удержусь разрежу ну да везде вот такая снежинка но это считается все нормальный разрез главное чтобы не было здесь белого этого пучка никакого пучка белого нет вот это у нас дядя степа индетерминантный такого вытянутой формы вот такой вытянутый как немножко чуть-чуть видите носик чуть-чуть с носиком написано что банановидный но и там же еще написано что он может быть и толстенький вот у меня получились все толстенькие все получились все толстенькие все